Артиллерийские снаряды Под свинцовым дождем родилось бессмертие. Никакая стена не защитит лучше человеческой храбрости. Алкей, поэт Древней Греции. Эту военную теорему провозгласили еще в VI веке до н.э. Но наиболее убедительно она была доказана только через 2500 лет. Человеческое мужество сделало это место одним из наиболее известных военных памятников. Но этому предшествовало время, когда в крепости господствовала не сила духа, а расчет на изобретение инженеров, прочность строительных материалов и толщину стен. Брест-Литовская крепость должна была стать совершенным оборонительным сооружением. Стены толщиной в 2 метра, 10-метровые земляные валы и внешняя линия защиты протяженностью в 6,5 километров делали укрепления неуязвимыми для оружия того времени. В 1836 году началось грандиозное строительство по проекту инженера-генерала Карла Отбермана. Строительство крепости требовало огромных денег, и траты были ощутимы для казны Российской империи. Рассказывает, что однажды, осматривая строение Брестской крепости, Николай I поднял кирпич и во всеуслышание спросил, «Знаете ли вы, из чего он сделан?» «Полагаю, что из глины, Ваше Величество», — откликнулся кто-то в свите. «Нет», — ответил император, — «он сделан из чистого золота». «По крайней мере, столько я за него заплатил». Возведение крепости обходилось очень дорого, и это касалось не только денег. Дело в том, что военные инженеры для строительства фортеции выбрали острова, где уже стоял Брест-Литовск. И вот ради стратегического объекта царские власти пошли на беспрецедентные жертвы. 800-летний город был практически полностью уничтожен. Новый, современный Брест начали отстраивать за 600 сажений к востоку от крепости. Брестская крепость должна была стать идеальным оборонительным сооружением. Ее сердце, цитадель, была опоясана оборонительной казармой протяженностью в 1800 метров, в которой находилось 500 казематов для 12 тысяч человек. Со всех сторон фортецию дополнительно прикрывали три отдельных предмостных укрепления, окруженных глубокими рвами. Царское правительство по праву гордилось Брестской крепостью. В 1840 году военное ведомство пригласило знаменитого польского художника Мартина Залесского. Он запечатлел на полотнах виды еще строящейся крепости. Тогда никто не мог предположить, что оборонительное сооружение, на которое было потрачено столько денег, не принесет царскому правительству желаемых результатов, и что во всемирной истории это место прославится вовсе не мощью стен. В 19-м столетии еще не существовало термина «гонка вооружений», но само явление берет свое начало примерно в те времена. Буквально через 20 лет после основания Брестской крепости на вооружении армии появились нарезные орудия. Благодаря этому дальность выстрелов увеличилась в два раза, а меткость — в пять. В изменившихся условиях крепость себя не оправдывала. Поэтому в 1864 году началась модернизация. Был увеличен оборонительный вал, построены пороховые погреба, новые редуты с казематами и форт Графберг. Спустя 14 лет провели новую модернизацию, и вокруг крепости появились еще девять фортов. Следующая веха — 1909 год. Царская казна должна была выдавать по 2 миллиона рублей на протяжении 10 лет на строительство новой линии обороны. Тем временем началась Первая мировая война. Восемьдесят лет со дня своего основания крепость готовилась к встрече с врагом. Проводились всевозможные модернизации, перестройки, и вот враг шел. Кайзеровские войска использовали тяжелую осадную артиллерию. Антверпен, Намюр, Льеж, Ивангород, Новогеоргиевск. Крепости одна за другой были сокрушены огнем австрийских гаубиц. Эта череда поражений заставила пересмотреть роль военных укреплений в современной войне. Поэтому в 1915 году, 7 августа, по старому стилю, Верховное командование приняло решение об эвакуации. В течение пяти дней из крепости вывезли остатки оружия и наиболее ценное имущество. Самые современные форты были взорваны. Брест-Литовск был сожжен отступающей армией. 13 августа германские части вошли в крепость без единого выстрела. Брестская твердыня больше никогда не будет серьезно укрепляться ни кирпичом, ни бетоном. Материалисты потерпели сокрушительное поражение. И наступало время тех, кто верил в идеи. Гонка вооружений набирала обороты. И к началу войны крепость представляла собой уже не стратегический объект, А обычный военный городок. Но именно в это время, когда сила стен истаяла, и устарела, Сюда пришла сила духа. И тогда было доказано, что надежнее в этом мире. Крепость камня или крепость человеческой воли. Из книги Сергея Смирнова «Брестская крепость». Слово «крепость» в этой легенде надо было понимать не в прямом, а скорее в переносном смысле. Речь шла о крепости духа советских людей, о крепости воли тех, кто принял на себя этот первый страшный удар врага. Лето 1941 года было жарким. Германские войска вновь приближались к Брестской крепости. Молниеносная война должна была за несколько месяцев сокрушить Союз Советских Социалистических Республик. Действия артиллерии, авиации и пехоты были отлажены в идеальный военный механизм. План расписан по часам и минутам. 600-миллиметровые снаряды в мортирах, бомбы в самолетах и пленка в кинокамерах. Все было готово к тому, чтобы начать величайшую бойню в истории человечества. И вот 22 июня 1941 года в 4 часа 15 минут Небо прорезали шлейфы снарядов. Началась Великая Отечественная война. Общепризнано, что на штурм Брестской крепости время было отведено с запасом. Целых 8 часов. И гитлеровцы старались неукоснительно следовать плану. Каждые 4 минуты стена артиллерийского огня перемещалась вперед. С левого берега были спущены десятки резиновых лодок. Они быстро преодолели БУК, и вот уже штурмовики двигались по вспаханной снарядами земле. Перед наступающими горело зарево артиллерийского обстрела. Но со временем, сквозь череду взрывов, начали доноситься новые звуки. Это были выстрелы тех, кто уцелел после артобстрела. Легенда о бессмертном гарнизоне начиналась. Тереспольское, Волынское, Кобринское укрепление, Цитадель, очаги сопротивления были повсюду. Советские воины, на удивление, быстро пришли в себя. Из школы шоферов, из автотранспортной роты и казарм саперного взвода пограничников, началась частая стрельба, которая заставила врагов прижаться к земле. Ломая сопротивление красноармейцев, штурмовой отряд по их телам прошел Тереспольское укрепление и глубоко вклинился в Цитадель. Около пяти часов утра солдаты заняли Красноармейский клуб. Согласно плану операции, следующими объектами нападения должны были стать Холмские и Брестские ворота. Отряд вошел в широкий коридор, образованный оборонительной казармой и зданием штаба разведбата. Немцы беспрерывно строчили по окнам, но в ответ не получили ни единого выстрела. Эта часть крепости будто бы вымерла. И тут двери распахнулись. У многих контратакующих не было оружия. Они бросались под пули с саперными лопатками и обломками кирпичей. Людей поднял в атаку полковой комиссар Ефим Фомин. Срок, отведенный на взятие крепости, 8 часов, был превышен уже втрое. И 23 июня в полдень к Брестской твердыне направились танки. Первые два были подбиты, третий прорвался в Цитадель. Но на его пути встал пограничник с пулеметом. Солдат был тяжело ранен. Несмотря на это, он короткими очередями прицельно бил по смотровым щелям надвигающегося танка. Он погиб под гусеницей. Бронированная машина была уничтожена позже. Оборона продолжалась. Фашистам по несколько раз приходилось брать один и тот же участок крепости. Подрывы, автоматные очереди, пламя огнеметов так и не пытались сломить сопротивление. Но через короткий промежуток времени из подвалов и других укрытий появлялись новые бойцы и потери гитлеровцев росли с каждым часом. В 41-м году воевали не только огнем и железом. Фашисты пытались сломить волю защитников с помощью жажды. Водопровод вышел из строя в первые минуты обстрела. Колодцев в крепости не было, а берега реки враги взяли под плотный обстрел. Защитники, находясь на островах, погибали от отсутствия воды. Из книги Сергея Смирнова «Брестская крепость». Чтобы облегчить мучения, бойцы брали в рот сырой песок, пили даже кровь из собственных ран. Но все это, казалось, только обостряло страдания. Случалось, что человеческие силы не выдерживали этой муки, и люди от жажды сходили с ума. С утра 29 июня юнкерсы фашистов сбросили на восточный форт 500-килограммовые бомбы. Однако это не помогло. После обеда один из немецких самолетов вновь поднялся в небо и сбросил бомбу весом почти в 2 тонны. Она попала в правый угол внешнего вала форта. От этого взрыва в Бресте содрогнулась земля. Восточный форт, последний очаг организованной обороны, был захвачен фашистами на следующее утро. Потери врага убитыми при штурме Брестской крепости за первую неделю войны составили 5% от общих потерь гитлеровской армии на всем советско-германском фронте за ту же неделю. Рациональные немцы собирались победить Советский Союз Блицкригом, молниеносной войной. План нападения был рассчитан по минутам. Но в нем не была учтена одна, самая главная переменная — мощь человеческого духа. Здесь, в Брестской крепости, в самый первый день войны план фашистов дал сбой. Вместе с солдатами вермахта сюда пришли и кинооператоры. 22 июня к середине дня в Берлин должны были уйти кадры взятия крепости для победной кинохроники Вохеншау и для уже запланированного фильма «Капитуляция Брест-Литовска». Германские кинотеатры не дождались премьеры. 30 июня был подавлен последний очаг обороны. Но крепость не пала. Отдельные группы бойцов продолжали сражаться еще дни и недели. Один из последних защитников, майор Петр Гаврилов был пленен 23 июля. Истощенный человек, который не ел много дней, отстреливался и бросал гранаты. Здесь, в Капанире, рядом с обводным каналом, оборона Брестской крепости казалось, закончилась. Но легенды говорят и о других защитниках, которые сражались до осени, а то и до зимы. Еще в сентябре фашисты рассказывали о том, что в подземных убежищах до сих пор прячется женщина, вооруженная автоматом. Неожиданно она появляется то здесь, то там и открывает огонь. Причем охранники с почти суеверным страхом говорили, что она не дает промаха. Каждая пуля ее убивает врага. Лишь во второй половине октября о ней перестали говорить. Женщина уже не появлялась. Крепость была признана во всем мире, но не как памятник оборонительной архитектуры. Она стала памятником мужества. Ведь именно здесь, на стыке востока и запада, было доказано, что человеческий дух сильнее стен, сильнее огня, сильнее смерти. О том, что произошло в Брестской крепости, немцы были осведомлены лучше, чем советские люди. Среди трофейных документов нашлись донесения, касающиеся событий начала войны. Из боевого донесения о взятии Брест-Литовска от 8 июля 1941 года. Ошеломляющее наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови. Эта простая истина еще раз доказана при взятии Брестской крепости. Фашистские документы перевели на русский язык и выдержки из них были опубликованы в 1942 году в газете «Красная звезда». О героизме защитников также свидетельствовали воронки от взрывов, здания, разрушенные до основания и надписи, которые встречались на уцелевших стенах. После окончания войны в Брестской крепости разместились воинские части Белорусского военного округа. Солдаты гарнизона разбирали завалы, находя новые и новые свидетельства героической обороны. В 1950 году были найдены страницы легендарного приказа номер один. Из него впервые узнали имя капитана Ивана Зубачева, лейтенантов Анатолия Виноградова и Александра Семененко. В 1952 году со стены ранее недоступного каземата была снята надпись безвестного солдата «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». В 1956 году руины отдали еще один, ставший знаменитым символ трагедии – будильник со стрелками, замерзшими между миром и войной. Брещане пересказывали друг другу легенду о героической обороне крепости. В 1954 году этой темой заинтересовался писатель-фронтовик Сергей Сергеевич Смирнов. Он разыскивал участников обороны и собирал свидетельства очевидцев, по крупицам восстанавливая историю событий. Вскоре на весь Советский Союз зазвучали радиопередачи, а на страницах центральных газет появились статьи. Пелена забвения была сброшена и память о подвиге возвращалась к народу. Люди приезжали из других городов, чтобы собственными глазами увидеть развороченные огнем бастионы. Началось настоящее паломничество. 23 февраля 1956 года была открыта комната музей, куда приносили реликвии погибших воинов, найденные при раскопках. Экспозиция занимала две комнаты и один зал, однако даже этот скромный уголок памяти за полгода посетило более 15 тысяч человек. Большое внимание к судьбе крепости проявил Петр Машеров, на то время еще первый секретарь Брестского обкома партии. И вот 8 ноября 1956 года Музей обороны принял первых посетителей. 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой», а в 1968 году началось строительство мемориала. Перед скульпторами и художниками стояла очень сложная задача, ведь уже сама крепость, ее руины, валы и казематы представляла собой музей под открытым небом. Нужно было найти творческое решение, которое бы не нарушило исторического наследия цитадели. Более трех лет шла работа, и, наконец, 25 сентября 1971 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». «Этот монумент вознесся до нас завыше старых стен крепости. Тоже, наверное, в этом есть свой смысл. Ведь не крепость как таковая, а крепость ваших сердец держала здесь врага». Продолжение следует... Штык-обелиск, главный вход, композиция жажда, памятник мужества и вечный огонь стали символами героизма, узнаваемыми по всему Советскому Союзу. Мемориальный комплекс «Брестская крепость». Здесь побывало более 20 миллионов человек. Экспозиции занимают два этажа в оборонительной казарме и освещают историю Брестской крепости с самого ее основания. Около 4 тысяч экспонатов представлены в десяти залах. Кроме того, научные сотрудники музея ненагодне прекращают исследовательскую работу, открывая миру новые имена павших героев. И когда слово «неизвестный» на гранитной плите заменяют на конкретную фамилию, это означает, что кропотливая работа с документами, многолетняя переписка, все это было не напрасно. Дух живет среди руины оплавленных казематов, но материя поддается времени. В сложные девяностые годы мемориал оказался под угрозой разрушения. В 1997 году начался капитальный ремонт и реставрация Брестской крепости, которая ведется уже 15 лет. В финансировании приняли участие правительства Беларуси, России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, правительства Москвы. В 2009 году на территории Брестской крепости проходили съемки одноименного художественного фильма, премьера которого состоялась в ночь 22 июня 2010 года. Уже много лет накануне годовщины начала войны из Москвы из Москвы в Брест выезжает поезд памяти. Ветераны Великой Отечественной войны съезжаются в Брестскую крепость. И каждый год 22 июня в половине четвертого утра на площади церемониалов проходит митинг реквием. Ветераны, руководители города и области, жители Бреста, делегации из разных городов и стран в тишине встречают очередную годовщину той страшной войны. Брестская крепость это место, где традиционно проходят встречи на самом высоком уровне. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президенты Российской Федерации Борис Ельцин и Дмитрий Медведев, а также председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин в разные годы посетили мемориал. По распоряжению президента Республики Беларусь Брестская крепость уже много лет является центром патриотического воспитания, что выражается в многочисленных экскурсиях, мероприятиях, акциях, участниками которых являются не только жители Беларуси, но и гости из-за рубежа. Человеческое мужество сделало это место одним из наиболее известных военных памятников на земле. Артиллерийские снаряды вспахали эту землю, герои полили эту землю своей кровью. Здесь, в огне, под свинцовым дождем в июне 41-го родилось бессмертие. Подвиг, память о котором должна жить в веках. июня церковь, сдают войск, выandez тиск, 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 июня, за них, Ксс, тиск! Продолжение следует...